Здравствуйте! В последние дни снова актуальна тема санкций против нашей страны. И сегодня мы попробуем подробно разобраться в этом вопросе. Количество введенных против России санкций на самом деле огромно, но подавляющее большинство из этих ограничительных мер касается физических лиц либо отдельных предприятий. Поэтому мы их не особо замечаем. Да, были громкие истории, связанные с запретом на подставку в Россию продукции и технологии двойного назначения, оборудования, предназначенного для геологоразведки и нефтегазодобычи. Весьма неприятным для страны оказался запрет на пролонгацию кредитов в западных банках, из-за чего многим отечественным предприятиям и кредитным учреждениям пришлось гасить кредиты ускоренными темпами, не имея возможности перекредитоваться. Но большинство из этих мер мы уже пережили. Более свежие ограничения чаще всего громко анонсировались, горячо обсуждались, но до реализации их дела так и не доходило. Неоднократно озвучивались и другие более жесткие возможные санкции, такие как отключение российской финансовой системы от информационной системы SWIFT, запрет на работу в России крупнейших в мире платежных систем, визы и мастер-карт, ограничение расчетов в долларах для основных российских банков с государственным участием и так далее. Однако до сих пор все подобные меры остаются на уровне слухов или обсуждений. Последние санкции, которые вводились против нашей страны, были следствием событий вокруг Керченского моста, но коснулись они лишь восьми физических лиц, так что в целом российская экономика их никак не ощутила. А теперь коротко о самых важных экономических событиях недели. По данным Министерства экономического развития за 2018 год российские экспортеры потеряли 6,3 миллиарда долларов из-за экономических санкций Запада. Сейчас санкции в отношении российских товаров применяют 62 страны. Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из нашей страны является Европейский Союз. Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность. Министерство промышленности и торговли предложило вернуть на улицы городов России ларьки и торговые палатки. По данным ведомства, в настоящее время крупные торговые сети занимают от 30 до 40 процентов рынка розничной торговли в стране. Таким образом, возвращение старого формата торговли может увеличить конкуренцию в секторе. Помимо улучшения конкурентной среды, активный импульс к ускоренному развитию может получить и мелкое предпринимательство, что также позитивно отразится на рынке труда, так как в перспективе может быть создано до 250 тысяч новых рабочих мест. 18 февраля в Вене в рамках ОПЕК-плюс стартовали переговоры стран экспортеров нефти. Участники обсудят преобразование картеля в новую организацию. Однако Россия, которой поступило предложение вместе с Саудовской Аравией возглавить альянс, пока официально не подтвердила свое согласие на участие в этой организации. Тем не менее, в апреле этого года на очередном саммите ОПЕК-плюс, скорее всего, будет официально объявлено о создании нового альянса. Спонсор экономического блока – акционерное общество «Финам». «Финам» инвестируйте грамотно. Мы меняем мир под потребности наших клиентов. В «Финаме» на ваш капитал работают высокие технологии и команда профессионалов экстра-класса. «Финам». Будьте успешным, оставаясь собой.